Пол пути вдвое медленнее, потратим то же время. Эпиграф. Во время осады по городу шел разносчик воды и кричал «Вода, вода, два ведра по шесть су!» Пролетевшая бомба разнесла на куски одно из ведер. «Вода, вода, двенадцать су ведро!» Как ни в чем не бывало, и затянул разносчик. Это принадлежит французу Шамфору. Он жил во время Великой Французской революции. И у него есть замечательная книжка такого типа истории. Максима называется. 256. Двое одновременно отправились из пункта А в пункт Б. Первый поехал на велосипеде, второй на автомобиле. Со скоростью в пять раз больше скорости первого. На полпути автомобиль сломался, и оставшуюся часть пути автомобилист прошел пешком со скоростью в два раза меньше скорости велосипедиста. Кто из них раньше прибыл в пункт Б? Лучше всего я нарисую график. То есть эту задачу можно было решить и без снятия графиков. Так, нарисуйте, пожалуйста, высотой 10 клеток. И мы посмотрим. Почему 10? Потому что в задаче есть и двойка, и число 5. Поэтому для того, чтобы все было красиво, мне выгодно взять именно так. Итак, высота 10 клеточек. Вам, разумеется, ничего не надо разлиновывать, потому что у вас клетчатая бумага и так есть. А мне на доске, к сожалению, приходится эти самые клеточки рисовать. Сейчас смотрите, что будет. Я буду откладывать по горизонтальной оси время, а по вертикали я буду откладывать расстояние. Как выглядит движение? А первый едет на велосипеде. Представьте себе, что он равномерно движется на этом самом своем велосипеде. Ну, я не очень ровно рисовал, поэтому у меня получилось криво. А вообще-то это прямая. Вообще, это, конечно, должна быть прямая. Вот такое прямолинейное движение на велосипеде. Отлично. Как движется второй? На автомобиле со скоростью, которая в 5 раз больше скорости первого. Это значит, что пока первый преодолевал одну клеточку, он успел на автомобиле проехать 5 клеточек. Ну, вот в некоторый момент на полпути, а вы видите, что это действительно середина пути. Вот это у меня точка А, здесь точка Б. На полпути автомобиль сломался. И движение резко замедлилось. Теперь в 2 раза медленнее, чем велосипедист. Так, 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 так. Заметьте, они пересеклись. Вот в этой точке велосипедист, который двигался вот так вот, нагнал нашего теперь медленно движущегося человека. И в результате велосипедист закончил раньше, чем тот, кто стартовал на машине. Так решается наша задача при помощи графиков. На самом деле, никакой необходимости в графике, в рисовании этого графика не было. Потому что, вот смотрите, это вот время, это время, когда двигался со скоростью в 2 раза меньшей скорости велосипедиста. И поэтому, вот это вот время абсолютно такое же, как время, которое затратил на весь путь велосипедиста. Вот эти вот показанные участки времени совпадают, поскольку, когда расстояние уменьшается в 2 раза, и скорость тоже уменьшается в 2 раза, то затраченное время не меняется. Вообще, время, затраченное на путешествия, измеряется так. Нужно расстояние разделить на скорость. Если расстояние уменьшилось в 2 раза, и скорость уменьшилась в 2 раза, то время не меняется. Так, ну вот, с другой стороны, можно было при помощи графика. Теперь то же самое в 237-й задаче. От потолка комнаты вертикально вниз по стене поползли два паука. Спустившись до пола, они поползли обратно. Первый паук полз все время с постоянностью, скоростью. А второй, хотя и поднимался вдвое медленнее первого, но зато спускался вдвое быстрее первого. Давайте рисуем, что у нас есть. Здесь стенка. Вот это вот пол. Есть некоторые уровни. Каким образом выглядит движение одного паука и каким другого? Значит, один паук движется равномерно вниз, вертикально вниз поползли. Спустившись до пола, он ползет вверх. Это понятно. Вот на тот же самый уровень возвращается, откуда и ушел. Равномерно движущийся паук. Второй паук поднимался вдвое медленнее, а спускался вдвое быстрее. Это значит очень просто. Второй паук сначала быстро спустился, но после этого он начинает медленно подниматься. Заметьте, ребята, я здесь поленился рисовать клеточки, и поэтому мне не очень понятно, как же он будет медленно подниматься. Ведь нужно подняться на такую же высоту. А впрочем, я могу сообразить, если один паук поднимается в два раза медленнее, то, безусловно, он потратит времени в два раза больше, чем равномерно двигавшийся паук. То есть, мы должны взять вот этот участок, и увеличить его в два раза. Это очень легко сделать. Сюда и сюда еще немножко. Таким образом, я должен взять вот эту вот точку и соединить ее. Наверное, стоит понять, как это рисовать по клеточкам. Предложение у меня такое. Давайте вот это будет у меня одна клеточка, тогда это вторая, третья, четвертая. Нужно нарисовать пять клеток по горизонтали. Ну, и, наверное, разумно нарисовать две клетки по вертикали. Отлично. Теперь я уже, более-менее понимая, что я делаю, я это рисую. Значит, так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Теперь рисую график. Значит, сначала быстро спускается, это один паук, а другой паук спускается нормально. И вот этот вот наш второй, который с постоянной скоростью движется, паук, он движется вверх. вверх. Вот. И теперь тот, который с вдвое меньшей скоростью. Тоже легко. Он с вдвое меньшей скоростью движется вот так. А что, ребята, я понял. Я понял, как выглядит этот график. Значит, итак, давайте я его жирно покажу. Путь движения паука, который все время и поднимает, и опускается с постоянной скоростью. Он такой жирный. И вот этот путь, это паук, который сначала быстро спускался, а потом зато в два раза медленнее поднимался. Видно, что когда спускался быстро, а поднимался медленнее, то времени затражено путь же. Опять, почему? Почему такое происходит? А вот почему? Время, которое тратит на подъем вот этот вот менявший скорость паук, такое же, как время, которое на весь путь тратит паук, который двигается все время с постоянной скоростью. Смысл понятен? Да. Отлично. Абсолютно такая же 203-8-я задача. Путь от дома до школы Буратино прошел пешком. Обратно он двигался той же дорогой, но первую половину пути ехал на собаке, вторую на черепахе. Скорость собаки в 4 раза больше, а скорость черепахи в 2 раза меньше, чем скорость, с которой Буратино шел в школу. На какой путь от дома до школы или от школы до дома затратил Буратино больше времени? Пожалуйста. Можете график рисовать, можете без графика сообразить. с постоянной скоростью до школы он дошел на расстояние, но потом он поехал часть в школе в школу. То, что вы сказали нарисую схемы, это вещь безусловно поврещенная. Смотрите, было бы очень странно сначала тратить несколько лет и учить вас тому, что земля имеет форму чемодана, расположена на трех китах, на четырех черепах и так далее и так далее и потом когда пройдет много лет сообщить вам, что оказывается тут вот астрономы узнали, что она шарообразная и вообще что есть космос, есть звезды. Вот это ровно то же самое с этой вашей схеме. Невозможно задачам движения рисовать таким образом. Это так же как смотреть мультфильм не целиком а по кадру. посмотрел на первый кадр посмотрел на второй посмотрел на 25 на 26 на 27 не прошло и 50 лет как один мультфильм посмотрел. Самое интересное что так и не понял что же там произошло. Потому что если смотреть по одной картинке вся идея графика состоит в том что мы здесь видим как происходит движение. это вообще ужасная вещь в преподавании что из-за того что якобы школьники не понимают что такое график несколько лет тратится в школе на то чтобы научить решать при помощи так называемых схем проще говоря вместо того чтобы показать фильм людям показывают отдельные кадры и удивляются почему же они так плохо решают задачи движения. Важный процесс поэтому если вы будете показывать отдельные кадры то конечно можно разобраться но гораздо сложнее. путь от дома до школы Буратино прошел пешком обратно двигался той же дорогой но первую половину пути на собаке а вторую на черепахе скорость собаки 2 метра скорость в 4 раза больше а скорость черепахи в 2 раза меньше чем скорость с которой Буратино шел в школу на какой путь от дома до школы или от школы до дома затратила Буратино больше времени это третья задача на одну и ту же тему перечитайте еще раз название параграфа полпути вдвое медленнее потратим то же время и главное смотрите еще раз на решение предыдущих двух задач пытаемся нарисовать график опять по клеточкам собственно говоря так же как мы сегодня уже делали как же движется наш Буратино путь от дома до школы от дома до школы прошел пешком как это нарисовать вот это вот дом это пусть будет у меня школа вот он двигался пешком он двигался пешком школа и теперь он двигался той же дорогой но половину пути на собаке половину на черепахе смотрите мне нужно показать что в этой половине пути он проехал очень быстро как я это делаю я сначала показываю как если бы он ехал с нормальной своей скоростью и ахе выделю это расстояние на 4 равные части вот так он это проехал на собаке теперь дальше он на черепахе что это означает это означает простую вещь что если мы здесь вот разграфим на клеточке и давайте тогда уж и здесь тоже везде такие вот клеточки да то он движется не по диагонали а в два раза медленнее так давайте дорисуем дальше давайте дорисуем дальше так так и наконец вот так и сообразим как же он шел пешком а вот так он шел пешком пешком пришел раньше чем доехал на черепахе как можно было решать эту же задачу без графиков а можно было сказать что вот это время он преодолевал половину пути на черепахе и затратил затратил ровно столько времени сколько тратит сколько тратит пешеход потому что пешеход вдвое большее расстояние вот это целиком расстояние прошел с вдвое большей скоростью когда буратино двигался пешком вот здесь если бы он двигался пешком то он потратил бы такое время на черепахе половину расстояния он прошел за то же самое время но ей было еще какое-то время пусть маленькое но оно было которое буратино ехал на собаки первая третья задача решили теперь со звездочки 239 мотоциклист и велосипедист одновременно выехали из пункта А в пункт В проехав третью часть пути велосипедист остановился и поехал дальше только тогда когда мотоциклисту осталось проехать треть пути до пункта В мотоциклист доехав до пункта В сразу поехал обратно кто приедет раньше мотоциклист в пункт А или велосипедист в пункт В какая история расстояние между нашими пунктами А и В задачи разделено на три равные части и здесь точный график нарисовать не удастся поскольку мы не знаем сколько в точности времени ждал мотоциклист но история простая когда ждал велосипедист когда велосипедист доехал вот в эту точку то мотоциклист еще не успел доехать до вот этого места до двух третьих давайте попытаюсь нарисовать график значит какая идея по прежнему горизонтально у меня время откладывается и давайте здесь отмечу третьи части расстояния и на треть вторая третья третья каким образом движется мотоциклист ну как-то так представьте себе он здесь в этот момент времени доехал до двух третьих так вот наш велосипедист доехал до одной третьей раньше после этого какое-то время ждал ждал это значит не меняется место где он находится а время потихонечку идет вот итак это линия которая изображает движение мотоцикла а вот эта линия изображает движение велосипеда и дальше мотоциклист продолжает движение сюда и возвращается назад вот а велосипедист со своей скоростью движется вперед так вот нас с вами спрашивают нас с вами спрашивают что произойдет раньше велосипедист доедет до вот считается что вот эти две параллельные прямые или же мотоциклист вернется в пункт а точный чертеж дорисовать невозможно поскольку мы не знаем это время лучше если вы попытаетесь представить себе как они едут выехали одновременно когда третью часть пути велосипедист проехал то выяснилось что к этому моменту мотоциклист еще две трети не проехал то есть вот была такая ситуация когда велосипед уже проехал свою одну треть а мотоциклист еще не проехал тогда велосипедист стал его ждать ждал до тех пор пока мотоциклист не попал на расстояние 2 третьих пути от точки А. Дальше мотоциклист едет в пункт Б и возвращается в пункт А, а велосипедист просто едет в пункт Б. Вопрос, что раньше? Доедет до пункта Б велосипед или вернется в пункт А мотоцикл? Очень простая задача. Но стоит звездочка на ней в книжке, потому что обычно ее решают очень плохо, очень трудно. Что значит звездочка? Обычно звездочками выделяют какие-то такие выдающиеся задачи, или более трудные, или более непонятные. Мотоциклист приедет быстрее, чем мотоциклист в пункт А. Потому что, когда он проехал только сказку, а внутри, то еще мотоциклист еще не проехал еще две трети. И получается, что велосипедист быстрее, а мотоциклист, если дает, что нам не стоит. Нет, велосипедист, это, конечно, медленнее. Велосипедист движется, в принципе, медленнее. То есть, здесь вот мотоцикл, видите, проехал уже такое расстояние, а велосипед только такое. Но ответ только, кстати, правильный. Мотоциклист ехал от 1 треть до пункта В, и еще 1 треть до пункта А. Всего, считай, 6... Но 1 треть плюс 1 треть будет 6 третьих. Нет, 1 треть плюс 1 треть, это не 6 третьих. Ну, и 6 разделить на 3 получится 2. Но там 2 не... Не запутались, явно запутались. 1 плюс 1, это все-таки 2, а не 6. Это плюс. Нет, 3 плюс 3. 3 плюс 3, это 6. Да, можно заметить, что скорость велосипедиста не в два раза меньше, чем скорость велосипедиста. То есть, если бы скорость велосипедиста была бы в два раза меньше, то бы они приехали в одинаковое время. Да. А можно сделать вывод, что если велосипедист проехал 2 трети, ну, в то время как велосипедист уже проехал внутри, значит, скорость велосипедиста не в два раза меньше, чем... Ну, вы, конечно, не точно говорите, но смысл вы поняли. Спасибо. Действительно, есть неравенство. Если мы рассмотрим скорость мотоциклиста, и разделим ее на скорость велосипеда, то частное будет меньше двух. Потому что за одно и то же время мотоциклист успевает проехать в вот это время меньше двух третих, а велосипедист ровно одну треть. Значит, хотя скорость мотоциклиста и больше, чем скорость велосипедиста, но меньше, чем удвоенная. Почему это решает задачу? А потому что осталось велосипедисту проехать две трети пути. Он одну треть проехал, дальше постоял, и осталось проехать две трети. А мотоциклисту осталось проехать одну треть и единицу, то есть четыре трети. Велосипедист проедет две трети пути быстрее, чем мотоциклист проедет четыре трети. Поняли идею? На преодоление двух третьих велосипедист потратит меньше времени, потому что на преодоление одной трети велосипедист потратил меньше времени, чем мотоциклист на преодоление двух третьих. Мы просто увеличили путь в несколько раз в два раза. Здесь вот они состязались на дистанции один, а именно велосипедист на дистанции в одну треть, А мотоциклист в это же время на дистанции в две трети. А здесь то же самое состязание, только расстояние у обоих стало в два раза больше. У мотоциклиста расстояние теперь четыре трети, а у велосипедиста расстояние две трети. Ну, если раньше велосипедист выиграл, то и от увеличения всего пути в два раза тоже его выигрыш не ускользнет.